Спецоперации на воде, в воздухе и на земле. Сегодня Росгвардия оснащена самыми передовыми технологиями. С риском для жизни они выполняют самые ответственные задачи. Все во благо Родины и безопасности жителей. В выглаженной парадной форме и выстроенные словно по линейке в преддверии своего официального праздника они также на посту, но сегодня вот так, в торжественной обстановке. Свою службу они несут без выходных и в любое время суток, ответственно и достойно. А их заслуги неоднократно получают самые высокие награды и слова благодарности. Руководству управления Росгвардии по Брянской области удалось за короткий срок сформировать профессиональную команду. В прошлый год весь мир столкнулся с новой грандомирусной инфекцией, новой угрозой. Если врачи боролись и продолжали бороться за жизнь и здоровье граждан, то вас я хочу сказать огромное слово благодарности за охрану правопорядка на объектах здравоохранения. Словоосновой признательности и уважения, конечно же, ветеранам службы. Спасибо вам за мужество и честь, доблесть и отвагу, за верность отчизне и профессионализму. В этом году праздник двойной юбилей, ровно пять лет со дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии. За это время подразделениями специального назначения в нашем регионе было задержано и передано полиции более 500 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и более тысячи нарушителей административного законодательства. Следуя девизу «Всегда на страже», с честью и доблестью, брянские развод действия круглосуточно выполняют свой долг, следя за соблюдением закона и сохранением порядка, порой даже ценой собственной жизни. Мы помним и отдаем дань уважения вашим товарищам, погибшим при исполнении, их судьба, пример мужества и силы духа. Приоритетная задача, стоящая перед ведомством, профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране. Сотрудники Брянского управления с честью выполняют все возложенные на них задачи. На их плечах борьба с преступностью и терроризмом, контроль за оборотом оружия, охрана общественного порядка и важнейших объектов экономики и социальной сферы. Благодарю вас за службу и конструктивное взаимодействие. За показательными цифрами стоят люди, самоотверженные и мужественные, все те, кто с честью носит свое звание. Мы несем мир и спокойствие в стране вместе с МВД, вместе с другими структурами. Каждый делает свою работу. Мы на своем участке, коллеги уважаемые на своем участке. Каждый за свой вклад, каждый свой вклад потихонечку вносит. Максим Ракович пришел на службу 26 лет назад. Сначала должность оперополномоченного СОБР. С того момента уверенно двигается по карьерной лестнице. Сейчас уже командир отряда. Эта награда не первая. Награда много значит. Волнение обязательно было. Оно должно быть. Волнение. Нужно уметь справляться. И в повседневной деятельности при выполнении задач волноваться нужно, но уметь справляться с своим волнением. Награду за свой труд и добросовестную службу сегодня получил и Сергей Гомонков. Признается, среди всех наград для него это самое важное. За ней сегодня он приехал из Унечи. Охрана объектов, встречи, подписание важных бумаг – это лишь малая часть его обязанностей. Гордимся тем, что мы вступили в эту гвардию. У нас образовалась она в октябре 2016 года. Мы все вступили в нее, продолжаем вести службу гордо. Также в парадной форме, но еще и с инструментом в руках. Гордится управление и своими талантами. Живое исполнение песни «Росгвардия». Она негласно становится гимном управления. Ее автором стал солист оркестра. Мария Зелевестрова, Максим Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова